Всем привет, друзья! Недавно я решил построить самый невероятный проект за всю историю своего канала Реплика Bugatti Chiron В прошлом выпуске я ездил в Дубай для того, чтобы посмотреть на то, как устроена настоящая Bugatti за полмиллиарда рублей Ну а сегодня мы переходим к началу проекта Естественно, для строительства реплики нам понадобится донор И выбрать подходящего донора было очень непростой задачей С первого дня, как я придумал эту идею, я начал советоваться с Максимом с канала Машинаторы Потому что у него огромный опыт репликостроения и его мнение для меня было очень важным Я, если честно, был уверен, что мы будем строить реплику на пространственной раме То, как мы это делали с самодельным Lamborghini Но Макс с первого дня сказал, что лучшим решением станет покупка донора близкого по компоновке к Bugatti В идеале, конечно, взять Audi R8 Но это, конечно, очень дорого И, естественно, тратить 3 миллиона рублей на покупку донора, который будет распилен и, можно сказать, уничтожен В одной из первых же серий проекта я не очень-то хотел Да и суммой в 3 миллиона рублей я не располагал А именно с этих денег начинается базовая стоимость подобных автомобилей Но Максим сразу же сказал, что если я хочу делать все по уму, то нужно искать средства И так как он не только имеет огромный опыт с точки зрения постройки различных автопроектов Но и будет непосредственно участвовать в создании стеклопластиковых деталей для моего Bugatti То я решил отнестись к его рекомендациям максимально серьезно и начал искать бюджет Я начал писать десятки e-mail'ов, обзванивать всю свою телефонную книгу в поиске спонсора И, к моему счастью, ребята из ВМП Авто, когда я рассказал им про свою идею, согласились стать спонсором этого проекта И помочь мне в покупке донора К тому моменту Максим из машинаторов уже где-то нашел 3D-модель Bugatti Которая даже на экране компьютера смотрится просто великолепно Все прорисовано до мельчайших деталей, в том числе салон Именно на основе этой модели машинаторы будут создавать стеклопластиковые детали кузова И теперь осталось только купить донора Если честно, то вариантов-то у нас немного на рынке Вот самая дешевая 2 600 в Удмуртской области Потом в Питере чуть подороже Потом сразу 3 500, 3 700 и 4 600 То есть ценник на самом деле на эти автомобили просто какой-то бешеный Давайте посмотрим варианты Для начала машина за 2 649 000 рублей Вот такая вот черная, стильная, вылизанная понторезка Но что-то мне подсказывает, что за эту стоимость вряд ли машина будет в идеальном состоянии Мы сразу же видим, что у этой машины 7 владельцев ППТС И несмотря на то, что написано, что ДТП не найдено Мне все-таки кажется, что в истории эксплуатации данного автомобиля были темные пятна Идеальный авто на лето Спорткар за адекватные деньги Audi R8 Plus с двигателем V8 2007 года Carbon серия расширенная В том числе и моторный отсек Выхлоп стоит от Lamborghini Gallardo Выхлоп просто пушка Настроенный попкорн от стрелы с огнем Технически в отличном состоянии 88 тысяч родного пробега Все обслужены, готовы к сезону Но, к сожалению, находится очень далеко Давайте посмотрим следующее объявление Это у нас Audi R8 за 2 750 000 рублей Белая, стильная и, самое главное, она находится в Санкт-Петербурге То есть не получится ситуации, что мы прилетели куда-то очень-очень далеко Начали смотреть машину, а она, ну просто базово вообще нам не подходит Ну и потом, опять же, как ее перегонять на такой огромный километраж Нет, это машина в Питере Судя по фотографиям, у нее даже ровные зазоры Она такая вся ухоженная, не разноцветная Ну, по фоткам, конечно, тяжело судить Ну, давайте посмотрим описание 2007 год, пробег 100 тысяч километров Я, если честно, уверен, что он скручен Слишком много лет этому автомобилю 8 владельцев ППТС Не пишите, если нет денег Если вы хотите купить в кредит Если сомневаетесь, если нет цели купить Если в тупую просто задайте вопрос Видимо, человека очень жестко достали Скорее всего, тема наболевшая Если вы пьяны, если вы ждете чудо Ну, вот, походу, состояние у Ташки очень плохое Если чудо ждать не приходится Если у вас вытек мозг, если вы не умеете читать Ох, блин, чувствую, будет тяжелый продавец Агрессивный, прям с первых секунд чувствуется Интересная машина Приезжайте и смотрите На ходу Коробка, двигатель, электрика Все исправно работает В ДТП не участвовала Ни бита, ни крашена Обмена нет Состояние сел и поехал Хоть на край света Я, если честно, вот уже скрещиваю пальцы Потому что рассчитываю именно на эту Ауди В Санкт-Петербурге Так как с ней будет максимально удобно Ее и посмотреть легко И оформить несложно И перегонять никуда не нужно Но давайте справедливости ради Посмотрим еще один автомобиль Он, правда, немного выходит за рамки нашего бюджета 3,5 миллиона рублей Оранжевая, яркая С карбоновыми вставками Вот, посмотрите С темным салоном Три владельца по ПТС Не битая, как нам утверждают Находятся в Краснодарском крае Станица Динская Блин, это, конечно, очень далеко Машина в отличном состоянии Своевременное ТО каждые 5000 километров В оранжевой пленке Родной цвет черный Вот это, кстати, плохо Потому что машину в пленке Очень тяжело посмотреть С точки зрения кузова Бережная эксплуатация Два комплекта ключей Все вопросы по телефону Ну, в общем, посмотрев Все эти три варианта Я могу сказать, что, по сути У нас был только один автомобиль Дешевле трех миллионов Да еще и в Санкт-Петербурге Именно поэтому я позвонил Никите Который часто помогает мне с автоподбором И попросил посмотреть данный автомобиль Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге По объявлению ты понял, что чувакам очень сильно надоели Ну там прям большим капсом было Не звоните, не пишите у кого нет денег и так далее Обычные пацаны Реально, ну, молодые Ну, я глянул, проверил Как бы все основные моменты Надо говорить по цене Да и все Вот долго ждали собственника Чтобы он приедет В машине, короче, много косяков по электрике Там не работает регулировка зеркал Складывание зеркала работает некорректно Пара справа треснута Коробка вроде норм Ну, если честно, я не знаю Ну, как она должна быть изначально Но едет нормально Но когда ты, типа, наваливаешь Она у тебя зависает Ее лучше, конечно, в ручном режиме использовать Однозначно не могу ответить Это передняя часть Передняя подвеска Просто когда он разворачивался И остался снаружи При вывороте колесо как бы закусывает Короче говоря Ощущение при повороте Заваренного дифференциала в редукторе Когда я сел уже на пассажирской Мы стали разворачиваться Это очень сильно ощущается Ребята говорят, что что-то с подвеской И так далее Там порван пыльник рулевой Скорее всего, что-то с редуктором Может быть, да? Просто даже с учетом развала Кастры и всего остального С мотором, с коробкой, что самое главное? Коробка переключает Трогается нормально Первый запуск Он как-то потроил Потом перезапустили Короче, при перезапуске все нормально Также мне показали Видео эндоскопа Я так понимаю Полугодичной давности Но там есть риски Там есть немножко заданности Но совсем как бы чуть-чуть Но скажем так Я видел хуже На холодной бывает Что-то там подымливает Но там опять же Там ни катов Ничего уже давно-давно нету Я не думаю, что это все криминал То, что я сейчас перечисляю То, что я увидел Ну и по расходу Как бы ребята вроде сказали Что литра на тысячу там нету Но лучше доливать Последнее место в ПТС Один ключ Ну, тачка красивая Если честно, я реально недооценил Когда вот им скинул объявление Блин, ну я не могу до сих пор в это поверить Понимаешь, это решение принято спонтанно Решение принято позавчера Вчера найдены деньги И сегодня куплена машина У меня прям мурашки по коже Я впервые сейчас увижу свой автомобиль То есть Никита его покупал Никита осматривал Никита мне писал кучу сообщений О том, что есть с машиной определенные проблемы Но это самая дешевая тачка в России И понятное дело, что она не будет в идеальном состоянии Но Никита сказал, что она вполне себе ничего У Никиты есть доверенность от меня Поэтому он ее и купил, и оформил И номера уже поменял В общем, все сделал полностью под ключ Я ее еще не видел Но мне уже не хочется ее ломать Мне уже не хочется ее разбирать Потому что это реально автомобиль С большой буквы Это суперкар Самый настоящий суперкар Следующий уровень это уже ламборгини Я прям не хочу ее портить Вот, чтобы вы понимали мой настрой Я хочу по максимуму этот автомобиль сохранить И по максимуму его использовать в хорошем смысле Итак, вот я его вижу Охренеть, блин, она такая стильная Она такая крутая Она просто чумовая Я не хочу ее уничтожать Никита, она такая крутая Я прокатился Вообще все просто смотрят Все отвешивают лайки Все пытаются погоняться с тобой В МРЭУ все были в восторге А как она стильно выглядит Вот многим нравится Ауди ТТ Но она какая-то женская А вот на эту смотришь Она стильная такая же, как ТТ Но мужская уже Она мужская, быстрая Но, если честно, я не знаю, как на ней ездить Она все цепляет Еще с подвеской проблемы Она просто реально как мячик Ну и мощности Очень большой избыток мощности Хорошо, что полный привод, например А не задний Но это стабилизация всегда моргает Давайте смотреть Дверная ручка Достаточно обычная Двери обычные И посмотри Звездное небо Какой колхоз Она такая классная Вообще И руль такой приятный Свеженький Явно недавно перешит На приборке работает все Даже чек загорает Прям вообще Предыдущий собственник был Из детейлинга Как мне сказали ребята И вот она очень хорошо выглядит Она на мне на учете Есть такая вероятность Что тебе могут прийти штрафы Не на 500 рублей А кратно-кратно больше Это за сегодняшний день уже? За сегодняшний полчаса Пока я ехал от МРЭУ сюда Подогрев сидений есть, да? Да Печка, подогрев точно работает Кондей вроде как не работает Я ехал либо очень быстро Либо очень медленно Потому что мне страшно А мне страшно от того, что Это произведение Искусства автоинженерии Будет подвергнуто Стрекал продакшену Я предвижу эти комментарии Уже просто пачка Она не выглядит ушатанной Вообще нет Она, блин, классная Ну и она, кстати, не выглядит на 2007 год Она современно выглядит достаточно Ну, то есть не скажешь, что она какая-то сильно старая Вещи загружены Ну что, поехали кататься Ну, чувствуешь, колеса закусы? Да Ну, да, блин, реально у нас передняя ось на заварке Ой, какая же она мощная Ой, какая она дискомфортная, слушай Как будто бьет, да, в руль? И руль бьет и сильно вправо уводит очень сильно Ну, в общем, особо на ней много сейчас ездить не будем Доедем до Егора, удивим его И дальше на сервис Так, ну что, газа, ну чуть-чуть Давай, так смотри, за публика Ой, да, реально с амортизаторами проблема Просто капец, как мячик Ну, видишь, здесь дорога неровная Ну ладно, это исправляемая проблема Тем более, что ребята нам дадут новые стойки аморты, которые у них заказаны Ну, здесь дофига, конечно, дури вообще, по ощущениям И очень жесткая подвеска Но амортизаторы отсутствуют, ребята, сразу же это проблема Прям прыгает Ну вот, представляешь, когда ты 120 на такой начинаешь прыгать Да, это очень опасное ощущение А тормоза какие мощные у нее? Шесть суппортов Ну да, дымит, конечно Ну, поднимливает, да, но не критично Ух ты, ё-моё, блин Какие плохие дороги в Санкт-Петербурге, а я и не знал Блин, какой звук у нее охрененный Да нет, тачка огонь, реально Ее привести в нормальное состояние Плюс внешний вид ей добавить, да, Бугатевский Блин, какой звук Как она прет, это полный привод Охрененно Капец она классная Капец она классная Мне очень нравится Мне нравится больше, чем Ламбо Она какая-то более гражданская, да Она как-то... А как нам сюда заехать, смотри какой высокий поребрик Ох, блин Какая она низкая Мы сейчас спрячемся и красиво выедем А можно вот туда-то до жопы Да-да-да, это как и хочу Просто поставь сюда машину, пожалуйста, и выходи Целый день что-то происходило Очередная подстава Да, блин, что это такое? Это донор? Это донор, Егор Кто-нибудь займитесь им, но сколько можно что-то нормальное уничтожать? Я должен как Гретта Тунберг, да, вы... Спасти ее R8, да Это про то, что мы долго думали про все эти компоненты Что нам нужна коробка от R8 Короче, мы теперь ее берем Выпиливаем из нее все И надеваем сверху Бугатти Да не, ну зачем, ну правда Давай всех обманем Давай скажем, что мы, да, реально ее там ломаем А дальше сделаем все, ну, без уничтожения нормального автомобиля Их и так мало осталось Не ожидал, да, ты такого поворота? Скажи честно Да я и сейчас не ожидаю, ну правда Это вещь хорошая Зачем ломать? Ее судьба умирать, когда кто-то перекрытый после клуба ее разбивает Ладно, доки есть? Доки есть Типа она не в утиле там никакая? Не, не На нормальных документах? Да, да На учет встала, она уже на мне на учете Блин, ну а на сколько больше единиц? Больше единиц? Нет, ну я имею в виду Намного больше Я хотел сказать, что намного больше Больше даже двух Больше и двух, конечно Да, да, больше двух А дальше останавливаем торги Прикольно, ну баг, да? Не, ну полная фигня Мне не нравится Я сразу говорю Самое главное, сколько раз вспоминали Мы просто куда-то едем И боксер где-то проезжает Порш И все так вспоминали Да, такой боксер был классный Такая машина Конечно, расположение все идеальное И коробка в салоне, как нам надо Пойдем в салон, холодно Пойдем по трензинам Смотри, тут переключается еще все Ее уже пытались сломить Варе красным О, дискотека Что должно происходить вообще Чтобы вот такое сделать? Ты должен купить сначала эту тачку У нее звук такой классный У нее полный привод Она прет как бешеная вообще Я как бы после 123-го Мерседеса После этого дизеля Мне нужно дать какую-то переходную машину А потом уже на этой дать прокатиться Что-то, что разгоняется больше 100 км в час Посмотри, какой салон идеальный вообще Идеальный доныш, да? Ну и что-то потряхивает, да ее? Но она не в идеале Ты должен понимать Это самая дешевая R8 в России А какого она года? Седьмого Руль, посмотри, какой прям перешит Не так много сил, да, получается? Ну, 420-2 Ну, хотя, да Прет просто пипец Я повторюсь Это же все Можно афишировать? Да Ты уже говорил, да? Да, да Все знают, зачем она куплена Тачка изначально крутая Изначально классная Все вот Ну, она уже собой представляет Достаточно дорогой, классный продукт Зачем портить этот продукт? Чтобы сделать непонятно что Это будет еще один Леди Бой Ну, как бы Она же Не-не, мы в этот раз хорошо все делаем Машинаторами Я и не хочу обидеть Машинаторов И вообще Никого, кто делал реплики Но в мире Не существует Ни одной реплики Чтобы она была Примерно похожа Хотя бы на Логан Это будет еще одна Не машина Это будет Бомба А габариты же Очень сильно отличаются Наверняка Я не знаю Я не мерил Мне Макс просто сказал Говорит Надо брать R8 без вариантов Я такой Ну, значит Ищем деньги А я думал, что ML сломался Это самая плохая новость Нет Похуже есть Знаешь, есть вот тот экватор Который, если машина перешла Уже восстановлению не подлежит Вот она еще далеко до этого экватора Ее еще можно починить в идеал Я не вижу никаких там саморезов Вкрученных Ну, потолок поменять на нормальный Ну, да Надо угнать и спрятать Этой ночью где-то Тормоза охренительные Тормоза присутствуют Ну, конечно, когда Плавненько нажимаешь Она приятно разгоняется Но в пол что-то происходит Руль лучше двумя руками Прошу Да, она прям такая Мы на лете, будь осторожен Ощущение какой-то сломанной физики Как будто ты в дешевой игре едешь И тачка такая Ну, как бы неадекватно поворачивает И это мы типа на летней резине зимой То есть на хорошей резине Прогретой летом Вот очень интересно Когда по трассе на ней примутать Ну, до лета она уже не доживет Так что Не, правда, мне очень не нравится идея Но Макс сказал, что это единственный правильный вариант Для этой реплики Единственный правильный вариант? Нет Любая заводская машина Лада Приора Она будет лучше самой хорошей реплики Есть какие-то варианты не ломать? Да не, не, все Ну, как бы эта тачка идет в реплику Bugatti Вот единственное, что я хочу Чтобы мы ее не распиливали пополам Я надеюсь, что получится это сделать И получится, мне кажется, Bugatti намного больше Не знаю В общем, следующий шаг Мы ее разбираем Загоняем ее в 3D-модель Сканируем Накладываем сверху 3D-модель Bugatti Смотрим, как минимальными какими-то усилиями Добиться максимально приятного результата Вот если брать просто прохожих на улице Или даже людей, которые разбираются в автомобилях Ну, как-то, да И показывать им Bugatti и вот эту машину И просто спрашивать у них А какая дороже? А какая сколько стоит? А какая вам больше нравится? И там не будет однозначных ответов Они будут говорить Ой, там кому-то вот это вот будет казаться дороже, чем Bugatti Не думай, что ты сможешь меня отговорить Все, мы слишком далеко уже зашли Бензобак в таком месте прикольном Ну, она же вся прикольная Да В то, да Ну все, нечего добавить Так а что добавить? Жалко машину Ладно, удачи Ну, в общем, друзья Это начало чего-то очень большого Это начало конца И я надеюсь, что у нас получится лучше, чем ожидает Егор Получится так, как ожидаю я и Максим Но это мы увидим в дальнейшем А на сегодня нужно ехать, засыпать И начинать мечтать о идеальной реплике Bugatti Понимаешь, вот эта машина вместе со всей стройкой обойдется в 5 миллионов А Bugatti стоит 500 миллионов То есть мы в 100 раз дешевле сделаем тачку, которую хотим Да дело в том, что никто не знает, сколько стоит Bugatti Никто ее никогда не видел и все Я единственный на этой улице, кто видел Bugatti Может, в этом районе Или вот так можно даже брать Ну все, в общем, ладно Тут уже все разговоры вокруг да около у нас ходят Ничего нового мы не скажем Далее действуем согласно плану Надеюсь, у нас получится не так, как думает Егор Не получится Ну посмотрим И кстати, Audi это не единственный автомобиль, который мы купили за последнее время Также у нас в гараже появилась Lada Granta Да еще и с коробкой автомат Эта машина обошлась нам в 500 тысяч рублей То есть в тысячу раз дешевле, чем стоит Bugatti Мы уже успели немного вложиться в реставрацию Поменяли руль, фары И решили разыграть этот автомобиль Среди подписчиков в качестве новогоднего подарка Чтобы выиграть этот авто Вам нужно подписаться на канал А также перейти по ссылке в описании И подписавшись на мой телеграм Нажать кнопку участвовать Итоги розыгрыша 25 декабря Всем удачи и с наступающим! Ну что, эта машина во владенье уже почти неделю И, как вы видите, она припылилась Видимо, последние дни Егор уже все-таки без нее перемещался по городу Это была машина на повседнев И я прочувствовал полностью ее Эта машина, она тебя настолько нагружает Она тебя настолько отвлекает Мне кажется, она для этого и проектировалась Чтобы ты как бы был занят полностью этой машиной То есть даже когда ты едешь с пассажиром Ты как бы едешь Ты занят реально Все оценивают этот звук При этом это сток Это нормальный звук автомобиля этого Что-то какая-то нестабильная, да? Это же Audi V8 Эти катушки откатываются по очереди Прикол в том, что выпало вот столько снега Да даже видно, еще сугробов нету Ни разу не чистил никто снег, да? И она начала застревать Просто на ровном месте И это при том, что у нее полный плюет Да, но как она застревает? Она видит, что она начинает пробуксовывать И просто тебе отключает газ И говорит Не-не-не-не, мы никуда не едем Все, загорается зеленый свет А ты застрял Эмоций очень много машины дали Очень много людей фотографируют Такая она, вызывающая Реально Егор был прав Когда говорил, что мы 3 метра Будем полчаса ехать Он туда-сюда пытается ее растормошить Не нужно ехать далеко на оффроуд 420 лошадиных сил И одна человеческая И сразу же дело сдвинулось с мертвой точки Блин, это какой-то бесконечный процесс Казалось бы, полный привод, да? Но летняя резина Вообще, конечно, ноль зацепа Она просто догадалась, что будет дальше Она не хочет заезжать в гараж Она упирается реально Посмотри, она просто отказывается это делать Потому что дальше план очень интересный Автомобиль заезжает в гараж Нам нужно раздеть машину догола на максимум, насколько это возможно Для того, чтобы сделать ее 3D-сканирование После этого мы возьмем модель Bugatti Наложим ее сверху на раздетую Audi И посмотрим, как они совмещаются И, возможно, чуть-чуть там в размерах адаптируем модель Bugatti Для того, чтобы она идеально села Чтобы нам не пришлось кромсать машину Так, ну все, никуда она уже от нас не денется Пошла в гараж, малышка Не хочет, заставим И дальше начинается самое интересное Я сейчас подумал Я, получается, на этой машине всего 30 минут поездил Я 3 дня поездил И она уже все, она уже выглядит вот так Я разбирал перед И у меня только одна мысль в голове летала Когда мы делали ламбу Помнишь, как очень сильно мы здесь выпендривались по поводу каркаса Мы его гнули из труб, чтобы он был красивый Все профтруба Оно реально под пластиком Под всеми обшивками Оно реально некрасивое На заводе, допустим, был вот такой вот профиль Вот такой тоже Это все были длинные хлысты И потом из них все нарезалось и сваривалось Тут нету никаких штамповок То есть в этот момент мы сразу же Избавляемся от любых зазрений совести Когда мы будем переваривать крепления Для будущих бамперов Да, уже из профтрубы Это окей Это та же самая технология Которую использовал официальный производитель автомобиля Да, единственное, придется из алюминия все это варить Я вижу, что ты пытаешься ее сохранить Бампер не стал снимать Но надо полностью до железа раздевать Чтобы у нас осталось только лобаж Крыша и дверь Дверь, если что, быстро снимается И дверь можно отсканировать в открытом виде Потому что дверной проем надо постараться сохранить в этот раз Если что-то произойдет с крышей Или дверями Или с чем-то остальным Все это уже будет не машина точно Ну ладно Ладно, еще там лобовое Как-то можно изменить Может какую-то нашлепку на крышу сделать Да, если там какие-то линии есть Но ни в коем случае не трогать Потому что это будет вот как все остальное Как все вот эти леди-бои, которые были до этого Очень интересно уже увидеть это сканирование Наложить модели Ребят, в этот раз все очень по-взрослому Мы прям возьмем Audi Сверху на нее добавим Bugatti И будем менять прозрачность слоев С разных сторон разворачивать Ничего не напоминает, когда после лампы Илья сказал В этот раз не будет никаких душных доноров Мы возьмем Porsche Оденем на него Ferrari Но мы еще не умели все равно, понимаешь? Мы еще не знали Теперь у нас уже все по-другому В тот раз ключевая разница была в том, что мы изначально заказывали киткар комплект Он приезжал уже готовый и мы под него плясали В этот раз мы пляшем от донора Мы с другой стороны идем Мы сами делаем киткар комплект А еще помните, как Илья зарекался? Больше никогда никаких... Я все понял, никогда никаких реплик Время лечит, да? Время забывает Да-да-да, ты помнишь только хорошее И ты такой... Короче, бампер тоже снимаем Будем сканировать все без него Потому что Егор тут продолжает бороться за целостность автомобиля Чтобы как можно меньше разбирать Сзади разбираем вообще все Бампера Крылья скидываем Вот эту часть снимаем Пороги снимаем Оставляем только вот в серединку И спойлер предлагаю оставить Потому что у Бугати тоже спойлер двигающийся Нужно будет посмотреть Можем ли мы вот в это место конкретно Не перенося ничего Ну спойлер-то какая разница вообще Вот он прикручен Хочется на Prius сейчас его прикручить Ну вот он уходит туда механизм Вот эта оська проворачивается Здесь вот эти тяги и он опускается Соответственно у него здесь две крепления и моторчик Главное что у нее уже система есть Понимаешь она понимает когда этот спойлер Какая скорость Какая передача И тут тоже все такое Вот когда снимаешь пластик Прямое, квадратное То есть нету никакого там Красивого каркаса Или интересных форм Со всякими ребрами Нет здесь все прямые А у тебя не появилось никакого ощущения Что тебе нравится как она устроена инженерная Или наоборот не нравится То есть какое-то мнение свое уже Нравится, нравится И видно что автомобиль непростой Потому что смотрите вот даже колесный болт Обычного автомобиля Он выполнен вот так На всех автомобилях А здесь он с такой как бы Шайбочкой Видно что все конечно Такое по дорогому То есть такой момент Непонятно вот как снять фонарь Он болтается Но не выходит Вот эта вот планка Она на таких клипсах была Сверху только прикручена Вот эта верхушка бампера Она тоже под откручена Я думаю что тут гуглится легко Как снять фонарь Аудио 8 Интересно А тебе надо самому Поэтому 3 дня уже разбирается Пока что сняты только капот и багажник Тотальная бамба лейла Мама меня ауди убила Я еду отдыхать Порогов тоже нет Здесь ничего нет Полный разбор Двери остались И крышу не спиливал Разбирал конечно Вот любой болт Смотри вот первый попавшийся Как вот это откручивать Блин все такие Очень много этих В клипсах закисшие Приехал на съемки в гараж Сегодня у нас большой день После разборки ауди И посмотрите Егор на всю деревню работает Все что вы видите в кадре Сейчас полностью самодельное Начиная от баги Баги Богданова И продолжая этим ковшом Который он сделал Капец Егорик развлекается В данный момент Он кстати чистит мне Место для того Чтобы запарковать Приус А здесь перед вами Иван Иван из машинаторов И сегодня мы будем делать Полное сканирование Нашей ауди Все что нам понадобится Для этого сканирования Уместилось Вот сюда вот В багажник автомобиля Варя а сколько времени Сканирование займет примерно Часов 5 Наверное должно Хватить Мне кажется Ты на всю деревню Готов снег чистить Тебе очень нравится А здесь реально проблема Если вот так не вычищать Типа некуда ставить тачки Все в сугробах Но Это типа очень важно сделать Блин Просто на лебедке На какой-то Блин Егор Какая же у тебя Крутая штука Вообще А что без этой штуки делать Егор не хочет Снимать свои разработки На ютуб Он только катает Друзей по блату Все что он делает С этой багги Я думаю Бугатти обречена На успех Ну что Автомобиль полностью Разобран Я не ожидал Что тачка будет Настолько собрана Из профтрубы Вот особенно сзади Торчит Остро Такого быть не может Да Чтобы автомобиль Концерна Немецкий Вот такие вот моменты С другой стороны Это реальный спорт Для спорта как Надо чтобы было Прочно Легко И быстро И удобно Поэтому Приварили Закрепили Сверху дизайн И накидали Если сравнить С Volkswagen Polo То вот эта конструкция Гораздо дороже Потому что я думаю Что вот эти вот элементы Они все Может быть руками укладываются Потом их робот обваривает Или что-то даже руками приваривается По каким-то кондукторам Мелкосерийная Она более дорогая Очень конечно радует Что у нас уже Сразу же в комплекте И подвеска Именно в том виде В котором она будет И двигатель Расположен с нужной стороны Сразу же коробка Не нужно ничего изобретать Не нужно никакие удлинять Рычаги укорачивать И самое главное Ребят Мы уже купили колеса На которых будет строиться Наша Bugatti Мы что-то выбирали Прикидывали Ну может эти Может эти Да Может А может вот такие вот И потом просто Егор к тебе доставка едет Вот так было Мы должны сегодня делать 3D сканирование И его нужно делать Сразу на правильных колесах А у нас 19 колеса А на Bugatti Спереди 20 Сзади вообще 21 Но так как Разноразмер не взять С одним рисунком Мы все перешерстили Мы были готовы Новые диски брать Но там Мы тоже себе Отсечку поставили В 200 тысяч рублей По итогу Ничего не нашлось Я такой Окей Тогда просто Смотрим буху Подбираем 20 Чтобы они были в круг Сзади резиной сыграем Побольше И соответственно Разварим Их в ширину Насколько будет надо Смотрите как легко Илья говорит Разварим Это как покрасим Звучит Ну ты же уже Один раз это делал На таких дисках Когда мы для Ламборгини Колеса делали Ребят Не судите строго Мы взяли полный комплект Колес За 44 тысячи рублей И их нужно будет доработать Мы сразу же Это учитывали Их нужно будет перекрасить Чуть-чуть бордюрочку убрать Но самое главное В этих колесах Находится с этой стороны Видите Ни одного сварного шва Они не правились Либо их зачистили И покрасили Это вряд ли Такое тоже бывает Да ну брось За 40 тысяч Никто не будет заморачиваться На 4 диска 44 тысячи В масштабах проекта Это около нуля Правильно И колеса Это такая вещь Которую открутил Прикрутил То есть это не навсегда Хотя бы это не будет Тормозить проект То есть мы сейчас Все отсканируем На правильных колесах Мы будем дальше двигаться Баааа Баааа Майфейр Как самый дорогой район Города Лондон Фейк болты Вот эти да Зашпаклевать И вот это вот убрать Полностью их проварить Покрасить И ребят Этот дизайн выбран Не случайно Бугатти Были на таких дисках Вот пруф Смотрите Картиночка Так как диски Ауди То по идее Они должны четко встать Мы их еще не мерили Это кстати может быть Сюрприз Сейчас по целошке Там например А вон смотри Она упирается Суппорт Ну ладно Это мы с проставкой сыграем За это не страшно Ну так А что ты их раньше не померил Сюрприз Сюрприз удался Я когда закончил это разбирать Тут сварочный аппарат Не зря рядом стоит Как бы При разборе он понадобился Разобрал я Я просто убежал В час ночи Типа того Вот так вот Я снимал лакера Вот таким ключом Это ответ Почему я не примерил диски Да и блин За 40 тысяч 44 500 Это просто подарок Я даже не поехал Их смотреть Перевел туда Деньги на карту А имя вызвали Там какой-то Такси за 1000 рублей Закинули туда колеса И все Прошу обратить внимание На ширину колес Вот это то что мы ставим А вот это вот то что было Если я не ошибаюсь 11 диск Но он очень большой Очень глубокий Смотрите Это очень классно Потому что Если бы мы делали Из ауди ТТ Где вот такие же диски Узенькие Мы бы их разварили Но ты бы не смог И запихнуть дальше То есть там стойка бы мешала Рычаги какие-то Кузов и так далее Но пришлось внутрь пихать Очень и очень такая Процедура тяжелая А здесь ничего не мешает Даже видно Как он стоит И сколько здесь места А он же еще наружу Ледет за счет проставки То есть он разварится Прям туда Будет широченный Да типа дюйма 2-2,5 Мы можем добавить Следующим шагом Мы наложим 3D модель Разобранной ауди На 3D модель Бугатти Сравним их Посмотрим Возможно нам нужно Модель Бугатти Слегка уменьшить На несколько сантиметров Для того чтобы она Наиболее точно совпала С нашим донором Ну и конечно же Начинаем изготавливать кузов Искать решения По фарам И прочим нюансам Вы все это увидите В будущих сериях Так что подписывайтесь На канал Чтобы ничего не пропустить Ну а на сегодня все Всем огромное спасибо За внимание Ставьте лайки Пишите комментарии И до новых встреч До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok